Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире телеканал Медиан Форум, программа «Мы с Михаилом Кацином». Я с удовольствием представляю вам моего сегодняшнего гостя, это Михаил Бизерман. Михаила вы все знаете, это продюсер, маркетолог, телеведущий, шоумен. Я думаю, что все прекрасно знают программу «Михаила хлеба и зрелищ», которая выходит последние 4 года на телеканале «Первый городской». Если еще не смотрели, в чем я сомневаюсь, каждый четверг 19.30 «Первый городской» в прямом эфире Михаил собирает лучших экспертов только в Одессе. Если вы делаете рекламу в моей программе, мы у тебя на программе. Ну, послушайте, Михаил, должен же порекламировать, раз вы пришли, ваша программа у тебя более достойная. Михаил, давайте начнем из такого общего. Я помню, 3 года назад мы с вами в разных форматах обсуждали президентство Порошенко. Была вот такая вот большая усталость. Вот 2 года уже как президент Зеленский. Вот для вас лично и для страны это какое время? Вот как бы вы его охарактеризовали, если бы сейчас был, например, 30-й год какой-нибудь? Ну, это шоу. Это шоу с плохим сценарием, постоянно меняющимися сценаристами, отсутствием режиссуры и попыткой сделать это шоу популярным. То есть каждый спектакль провал, недобор кассы. Мы срочно меняем всю команду, оставляя тех же самых актеров, но опять никто не ходит и сборов нет. Хорошо, Михаил Иванович, я тогда продолжу, что называется, чтобы достать этот ответ из вас. Ведь вся политика это шоу, и все политики, они по большому счету шоумена. Вот в чем отличие шоу Владимира Александровича Зеленского от шоу Петра Порошенко? Петр Алексеевич четко знал, чего он хочет. И как бы мы к нему относились, и как бы я к нему относился, у меня куча претензий к господину Порошенко, но это был политик-тяжеловес, у которого был некий курс, который так или иначе в самые тяжелые для страны времена, страна воюющая, единственная на сегодняшний момент воюющая страна в Европе, его главный плюс в том, что о Украине заговорили. Украину начали узнавать даже на слух. Украина была на слуху даже в каких-то африканских странах. До этого понятия не имеющие, что такое Украина и где она находится. Это первое. А второе, несмотря на все камни в его огород и тогдашнего правительства, что экономика рассыпается и так далее, при Порошенко в конце его президентства начался рост ВВП и пошла стабилизация экономики. В воюющей стране это практически невозможно. Но мы это наблюдали своими глазами. Но тем не менее, да, рост ВВП был. Был на уровне, если не ошибаюсь, 2%. Потом правительство Гончарка обещало 40% рост за 5 лет. В итоге началось падение, не только связанное с пандемией. Но тем не менее, 2% это не просто жалит Порошенко. Порошенко придерживался какой-то линии, была понятна политическая линия. А насколько вот эта вот политическая линия, да, она в целом была успешной? Ну мы сейчас не говорим про российскую агрессию и так далее. Мы говорим про внутреннюю политику. Миш, у президента одна задача, с моей точки зрения. Это вызывает доверие у стран... Среди других стран вызывает доверие к своей стране. Но это в Европе, а у нас президент отвечает за все. Я говорю о сверхзадаче президента, понимаешь? У нас парламентско-президентская республика. И то, что сейчас происходит, я понимаю, что идет совершенно четкое перетягивание одеяла в сторону президентской парламентской республики. Президент Альфа и Омега этой страны пытаются это сделать. Это неправильно. Это попрание всех основ демократии и политического устройства нашей страны. В общем-то, с этим и связан непрекращающийся скандал с Конституционным судом. Я думаю, что я не открою большую тайну. Если профессиональный юрист посмотрит хотя бы часть законов, принятые вот этим вот парламентом, их всех можно разнести в пух и праг за неконституционность. Поэтому ему и было нужен управляемый Конституционный суд. То есть все, что они напринимали, можно отменить. Как вы относитесь к деолигархизации? Как цели, которые декларирует президент? Потому что она еще не началась. Цель деолигархизации... Давайте определимся с формулировками. Что такое олигарх? Это человек, богатый человек, который влияет на политику государства. Опять же, я не открою большой тайны. Я скажу, что у нас в стране богатые и сверхбогатые люди только те, кто имели отношение к государевой кормушке. Те, кто занимались честным бизнесом, зарабатывали своим умом, старанием и прочим, они не могут быть олигархами. У них нет такого количества денег. Олигархи — это те, кто присосался к потокам, как он называется. Поэтому, естественно, я задел олигархизацию, но в том варианте, в котором это прописано и декорируется господином Зеленским, я достаточно внимательно читать, это просто попытка поменять ключевых игроков. Хорошо, но тем не менее. Понятно, что деолигархизация, точно так же, как и высадка миллиарда деревьев, это некая такая обертка, некий такой вот пиар, который вот просто вот эта вот машина не должна гнать, потому что задача политика постоянной — выпускать очередной какой-то пиар-повод. Но я о другом хотел спросить. Если мы говорим, в принципе, о реформировании страны, как вообще стране переориентироваться, например, от олигархов к среднему классу? Ведь критики законопроекта говорят, что, минуточку, не трогайте олигархов, это гаранты нашей демократии, гаранты плюрализма. Но и без них сложно, и с ними тяжело. Что делать? Если ты хочешь что-то поменять в стране, не занимайся экономикой. Экономика — это достаточно саморегулируемый процесс. Заниматься нужно двумя вещами. Заниматься нужно образованием и культурой. Вы либертарианец? В какой-то мере. Я на самом деле абсолютно правый по своим политическим убеждениям. Если все пустить на самотек, все люди начнут делать то, что им было выгодно, им лично в данный момент, я считаю, что должна быть управляющая и решающая роль государства. Но она должна быть, а ее нет. Если мы не заботимся о культуре и образовании, у страны нет будущего. Хорошо, но... Извините, я перевел. Я напомню, первое, что сделал господин Арман Дюблеси де Ришелье, будучи градоначальником Одессы, он заботился. Он сделал две вещи. Он сделал первое учебное заведение на юге Российской империи в Одессе, и он построил оперный театр. Ничего нового за последние пять тысяч лет не придумано. Если ты хочешь заложить фундамент благополучной страны, занимайся образованием и культурой. Михаил, я с вами согласен. Но, тем не менее, если мы говорим о саморегулирующихся экономических отношениях, ведь очевидно, что у нас нет тех традиций, нет ощущения флажков у людей. И в этом смысле мы пока отличаемся от европейцев, поскольку у нас рыночной экономики всего 30 лет. Не кажется ли вам, что опасно государству полностью уходить из сферы экономических отношений? Должны быть какие-то государствообразующие отрасли, которые должны регулировать государство. Это энергоносители, скажем так, жилищный культур. На самом деле это тоже регулируется. Услуга покупается, либо товар, ровно до того момента, пока люди в состоянии купить эту услугу. Если они не в состоянии оплатить услугу, либо товар, ее не покупают. Поэтому меня всегда очень веселили декларируемые разговоры о том, что мы начнем отбирать квартиры, если люди не смогут сказать, хорошо, вы отберете 5 квартир, вы отберете 1000 квартир, а что вы с ними будете делать? Михаил, знаете, я вас сейчас слушаю. Вы выступаете таким апологетом общества, которое достойно лучшего, и которое может сделать намного больше. Если объединить все, что вы сказали, то рефреном проходит эта мысль. Но посмотрите сами, насколько у нас общество вообще готово, к примеру, датировать СМИ. Так же, как и на Западе. Вы знаете, что можно зайти на Washington Post, Economist, New York Times. И эти газеты живут во многом благодаря донатам, пожертвованиям обычных американцев. У нас же, например, украинцы не готовы платить за качественные средства массовой информации. Слушайте, украинцы не готовы платить ни за что. И средство массовой информации стоит на 3584 месте. Повторюсь, вот с моей точки зрения... Может быть, власть это зеркало общества? Естественно, если 75% голосуют за шоумена, я очень хорошо отношусь к Зеленскому как шоумену. Он создал крупнейшую медийную корпорацию страны и делает это достаточно профессионально. Но это не имеет ничего общего с управлением государством. Слушайте, за Трампа тоже проголосовали, он до этого никуда не избирался. Это первый был случай, когда человек сразу к президенту пошел. В общем, общество глупее. Корни этого лежат в 70-х годах. И вот самый яркий пример – это то, что произошло с итальянским телевидением и радио, если вы не в курсе. Итальянское телевидение считалось самым умным телевидением в мире. Это были серьезные аналитические программы, которые все закончилось с приходом в масс-медиа олигарха Бервускони. Ну, знаете, Михаил, я могу лишь добавить, что то же самое постигло американское телевидение. Если вы посмотрите, то даты у существования пали. Да, но первым был Бервускони, он показал, что так можно, и оно работает. То есть соблазнил журналистов, которые мы с вами соблазнили? Соблазнил. Он соблазнил телезрителя. Телезрителю гораздо проще посмотреть ток-шоу, поугадывать вопросы, порадоваться за кого-то или попытаться самому выиграть миллион, чем слушать сложный анализ какого-то литературного произведения или экономические обзоры и советы. Люди не хотят думать. Это нормально, это заложено в любом человеку. Энтропия стремится к росту, это второй закон термодинамики. Общество стремится к хаосу. Поэтому у государства должна оставаться главная сила, это право на насилие. То есть силовые структуры, полиция, армия должны оставаться в сугубо природной силе государства и должны блюсти интересы государства, которые под собой подразумевают некое управление экономической моделью. Михаил, вот вы состоявшийся человек, вы делаете карьеру в Украине, делаете, на мой взгляд, достаточно успешно. Почему, например, вы не в Европе, не в Европейском Союзе? Ведь там же атмосфера для вас была бы более органичной. Ну если не брать во внимание, за кого совесть. Я плоть от плоти этого города и этой страны. Мне здесь комфортно. Я попробовал пожить в других городах, в других странах, мне там некомфортно. Мне нужен некий круг общения и комфортная среда. Здесь у вас есть эта комфортная среда? Да, да. То есть я такой же ленивый, как 99% наших сограждан. Мне здесь удобно. Хорошо, Михаил. Вот вы наблюдали сейчас за знаменитым матчем между Бельгией и Россией. Где, естественно, все болели за Бельгию. Я тоже болел за Бельгию, потому что я априори негативно отношусь к России после 2014 года. Вопрос в другом. А вот правильно ли, когда, ну уж так чересчур, политика вмешивается в спорт? Поправка. Я не смотрел матч между Россией и Бельгией. Я футбол не люблю. Я смотрел за комментариями. И меня это страшно веселило. И мне было жутко смешно, что у нас все население Украины стало патриотами Бельгии. Я точно так же негативно отношусь к России. Поверьте мне, я начал это делать гораздо раньше, чем вы. И гораздо раньше, чем 2014 год с русской агрессией. Я очень много ездил по России, по работе. У меня бывало там до 180 дней командировок. Я повидал все маленькие города. Средние полосы, Урала, Сибири. Это страшно. Так жить нельзя. Это страна биороботов. То есть вы тот живой свидетель, который может подтвердить, что Украина не Россия? Украина абсолютно не Россия. Ты когда пересекаешь на любом виде транспорта российско-украинскую границу, это фантастический скачок. Как в теории катастроф, то, что называется катастрофа. Ты перескакиваешь на другой уровень. Но смешивать политику со спортом я бы не стал. Хотя, понятно, я болел категорически против России. Но в тот же время мне было абсолютно все равно. И это то, что меня всегда раздражало в Советском Союзе, что спорт становился частью политики. Михаил, смотрите, опять же, будем апеллировать к вашему опыту. Вы, как состоявшийся человек, умеете выстраивать отношения между людьми. Что мешает нашей стране выставить так взаимоотношения, что, например, если мы не хотим, чтобы Северный поток-2 достраивался, вот тогда он бы не достраивался. Но почему-то так происходит, что когда мы говорим, что достройка Северного потока-2 идет в ущерб украинской национальной безопасности, все равно Северный поток-2 достраивается, потому что наши партнеры и друзья за этот поток. У нас нет партнеров и у нас нет друзей. Давайте как-то... Это как лорд Паммерстон. Да, давайте перестанем себя обманывать. У каждой страны есть свои интересы. Я считаю, что Северный поток-2 нарушает безопасность Европы, а не безопасность Украины. Украина на европейском международном рынке никто и зовут ее никак. Или стала таковой за последние три года. Никого не интересует мнение Украины. Поэтому... Ну хорошо, Михаил, а это констатация. Что делать? Ну, можно сказать, если вы были там, если вы были, например, в МИДе. Я бы выстраивал ситуацию, политически выстраивал ситуацию разными способами. И через средства массовой информации, и закулисную игру, и операции специальных служб, таким образом, чтобы Украина стала игроком. На международном рынке с Украины начали считаться. А то, что у нас выстраивает... Вернее, у нас вообще ничего не выстраивается. Я не понимаю, как работает наш МИД. Я не понимаю, как работает наш Кабмин. И я не понимаю, какая роль Украины на международной арене. Это броуновское движение. Знаете, меня восхитило то, как себя вел Израиль после террористических атак со стороны террористической организации «Хамас», когда Израиль сказал, что мы прекратим контратаку в тот момент, когда мы этого захотим. Вот это была достойная крутая оппозиция. Почему Израиль и так получается? Израиль может себе позволить. Израиль – это очень серьезный игрок на международном рынке. От Израиля зависит очень много стран. Все рассказы, что Израиль живет за счет американской помощи дотации – это сказки. Ну да, пропаганда. Это пропаганда, не более чем. Практически весь мировой военно-промышленный комплекс так или иначе зависит от Израиля. Технологически зависит от Израиля. Я не знаю, в курсе ли вы, не в курсе. Любое авиационное летающее средство, оно не выпускается в Сирию и не делается испытательный образец без доводки в Израиле. Там есть несколько компаний, которые этим занимаются. То же самое касается и хай-тека. Все чипы Интова разрабатываются и производятся на территории Израиля. И я могу этим, к примеру, приводить кучу. Плюс у Израиля, извините за фразу, сказанную в прямом эфире, есть яйца. Он может себе позволить и так вести. У Израиля одна из самых боеспособных армий в мире. И сейчас меня радует, что сильно… Израиль всегда проигрывал в масс-медиа. Всегда проигрывал. Кстати, вы упомянули про яйца. Позвольте мне воспользоваться вашей аллегорией и экстраполировать на другой пример. А есть ли яйца у Европы, когда на фоне того, что какой-то белорусский диктатор Александр Лукашенко садит незаконно самолет, следовавший из одной европейской страны в другую, обе страны при этом члены НАТО, максимум, что Беларусь получает в ответку, это ограничение полетом. И все. Где эмбарго? Где ограничения нефтепереработки? Где санкции в отношении этих компаний? Все? Яиц тоже нет? Нет, все очень просто. Белоруссия еще меньше интересует Европу, чем Украина. Кого взяли? Гражданина Белоруссии. Самолет отпустили, больше никто не пострадал. Хорошо. У меня, Михаил, тогда другой вопрос. Вот смотрите. Украина скинула Януковича. В Украине произошло две революции. Революция достоинства, оранжевая революция под знаменами европейской интеграции. Украинцы дорого отдали за этот курс. Жизни заплатили за этот курс. При этом максимум, что мы получили от Европейского Союза, это безвиз. И 15 миллиардов за 7 лет. Это официальная статистика ЕС, счетная плата. Это все, что мы заслужили как страны? И это даже много, с моей точки зрения. А движение Евросоюза, это как минимум двухстороннее движение. Это не то, что Европа раскорочит. Ребята, идите к нам. Ребята, сделайте что-то. Это как старая истина. Если ты хочешь помочь человеку, не нужно ему добавить рыбу. Дай ему удочку. Ребята, сделайте хоть что-то, чтобы доказать, что вы имеете право в Евросоюзе. Что сделано для того, чтобы Украина стала частью Евросоюза в Украине? Расскажи мне, пожалуйста. Михаил, а где-то вообще обозначено в каком-то договоре перспективы интеграции Украины в Европейский Союз? Да, в соглашении об ассоциации этого нет. При том, что в соглашениях между странами Восточной Европы 30-летней давности это положение было. Чем Украина хуже? Есть прекрасная штука, называется протокол. Намерение, которое всегда подписывается перед контрактом. Протокол намерения ни к чему не обязывает. Нет, это тоже был не протокол намерения, это был контракт Европейское соглашение между странами. Я утрирую ситуацию, просто что на самом деле это был протокол намерения, который ни к чему не обязывает ни одной из сторон. Для того, чтобы подписать контракт, надо проявить волю. Воля не была проявлена. Все попытки что-то сделать в Украине, как-то ее продвинуть, на пути, ну как бы это правильно сказать, не реорганизации, а приведение чувства с нормальным, современным европейским, американским и угодным руководством, они увенчались ничем. Мы на ручном управлении, вот тех или иных спонсоров политических сил, желаний. То есть, когда говорят, что Украина управляется Вашингтонским обкомом, ну это неправда. Она на ручном управлении у определенных сил, представляющих ту или иную часть Вашингтонского обкома. Смотрите, Михаил, ну все страны не взаимозависимы, даже не об этом вопрос. Вот Европейский Союз, казалось бы, да, вот Украина своей волей обеспечила безопасность Европейскому Союзу, потому что если бы Украина не была демократической, Украина была бы с Россией, это была бы угроза Европейскому Союзу. Украина помогла Европейскому Союзу, Украина сэкономила деньги для Европейского Союза. И в этом качестве она абсолютно устраивает Европейский Союз. Украина отведена роль фронтира, то есть границы. Мы это... То есть мы не часть, мы граница. Мы это контрольно-следовая полоса, которую нельзя переходить. Вот если ее перейду, то уже будут другие разговоры. А что происходит на самой контрольно-следовой полосе? Никого не интересует. Хорошо, Михаил, ну что делать? В стране действительно подавляющее большинство, я думаю, включая и нас, за Европейскую интеграцию. При этом мы стучимся, а никого этот стук не интересует. Пока все, что мы слышим, это перспектива вступления в скорого балканские государства, ЕС, это и Сербия, и Черногория, и Албания и так далее. Украины же тут нет, получается. Где Украина в этом списке? Занимайтесь образованием. Сейчас ничего не произойдет. Если вы хотите, чтобы что-то происходило в будущем, образовывайте население, образовывайте детей, людей, подростков. А чем дальше, тем хуже будет. Но с другой стороны, вы же, у вас очень много друзей в Европейском Союзе. Вы же, наверное, согласитесь, что о Европейском Союзе не все так хорошо, есть шероховатости, в том числе по части коррупции. Просто она носит другой характер. В белых перчатках. Нет, дело не в белых перчатках, дело в неотвратимости закона. Самое главное, что есть в зарубежных странах, в цивилизованных странах, подчеркиваю, это неотвратимый закон. Репутация, скорее. Репутация. Нет. Просто когда стало известно, вот как с президентом Германии. Послушай, они бы с радостью нарушали закон, но не знают, что пойдет ответственность. Если президент Израиля сидит за неподобающее поведение. Я когда был в Израиле, короткий эпизод, меньше минуты, девочка полицейский задержала за превышение скорости машину. В машине оказался начальник полиции всего Израиля. Он сказал, это я, я поехал. Он говорит, нет, вы нарушили, выйдите. Он говорит, ты с ума сошла. То есть он хотел нарушить закон. Он ее начальник. Она его положила на асфальт, где вы наручники, и вызвала наряд полиции. Его сняли. Как вы думаете, у Грузии получилось безотносительно к фигуре Саакашвили? Ничего не получилось. Не получилось? Вообще ничего. Грузия – это картинка, покрытая ОФ-ваком, очень блестящая, очень красивая. Экономики в Грузии нет, работы в Грузии нет. Есть построенные иностранными инвесторами набережная в Батуми, которая кричит на каждом углу Саакашвили, но это принадлежит иностранным компаниям. Грузия к этому не имеет никакого отношения. Знаете, я недавно говорил с одним областным чиновником, вот у нас в областной администрации, вот он как раз считает, что все-таки у Грузии получилось на каком-то низовом базовом уровне. Может быть, не на высших шлоном власти, но на уровне услуг для населения получилось. Вы давно были в Грузии или общались? Вообще не был. Или общались с теми, кто занимается бизнесом в Грузии? Ну, с несколькими общался. Ну, это уровень 93-го года. Да ладно? Да. Они вообще непонятны. Слово «аккредитив» вызывает панический ужас. Они работают за налег. Единственное, что у них получилось, это выдворить из Грузии какое-то количество воров в законе, принадлежащих к другому клану, скажем так. Грузия – это яркий пример диктатуры, построенной относительно в интересах страны. Слушайте, Михаил, а может быть, Украине нужна диктатура? Как вы считаете? На данном этапе – безусловно. То есть вы за диктатурой? Да. А как же тогда, вот, мы с вами будем спокойно высказываться, вы на своем популярном ток-шоу? Диктатура в интересах государства, а не личности. То, что сделал в свое время Пиночет в Белочейке. Да, но, Михаил, я думаю, что те жертвы, которые принес Пиночет, никто бы не пожелал принести, что называется, в нашу страну. Мы уже принесли эти жертвы. И ничего не произошло. Ну, вы же понимаете, что это разное. Те жертвы, которые Украина принесла, это жертвы в результате российской агрессии. Я не совсем согласен. У нас ежедневно гибнет на дорогах от безалаберности от чего угодно количество людей, сопоставимое с боевыми потерями. Ну, Михаил Иванович, понимаете, что одно дело потери на дорогах, а другое дело стадионы, как было Пиночете. Послушай, он собрал на стадионе криминал и коммунистов. Все. И сейчас, сколько уже лет продолжают говорить о чилийском экономике? Хорошо, Михаил, не могу вас тогда не спросить. Вот вы говорите, диктатура на определенном этапе, она была бы на интересах государства. Только есть одно «но». Не кажется ли вам, что вот когда устанавливается диктатура, это уже как каток. Посмотрите на Россию. Вот где в 2000 году начал устанавливаться такой авторитарный режим, все приветствовали оттеснение олигархов от власти, Березовского, Гусинского, других. И что получилось? Вы знаете, где российские оппозиционеры? Еще в Киеве. В России, вы еще раз подтверждаете на основном мое слово, в России выстроенная диктатура, которая на самом деле даже не диктатура, а... Султанистский режим. Султанистский режим. Нет, это четвертый рейх, но в интересах не рейха, а группы людей, кооператива «Озеро». То есть на самом деле там все подчинено достаточно узкому клану людей. Если ты входишь в этот клан, ты зарабатываешь деньги. Государстве никто не думает. На самом деле экономика России в гораздо более плачевном состоянии, чем экономика Украины. Это правда, но не кажется ли вам, что переход к диктатуре приближает шанс государства скатиться туда, куда скатилась Россия? Все может быть. Или посмотрите Лукашенко. Это же вообще невозможно. То, что сейчас творится в Беларуси, слово сказать нельзя? Опять же, это в интересах Лукашенко, а не в интересах Беларуси. Я каждый раз подчеркиваю, что... Да, но вы видели где-то диктатора, который будет проводить диктатуру в интересах государства? Очень часто диктатор... Уинстон Черчилль. Ну, сравнение. Михаил, Черчилль проиграл выборы, причем проиграл два раза. И он проиграл выборы. Да не два раза, больше он проиграл. Люди всегда недовольны реформаторами, потому что это ущемляет их интересы. Так он же не был диктатором, Черчилль. Ну, согласитесь. Но не берите военное время. Военное время – это особенная ситуация. Мы берем в целом. Черчилль не был диктатором, хотя он разгонял тех же рабочих, будучи министром внутренних дел. Идем дальше по Британии. Маргарет Тэтчер. Ну, она же не диктатор. Она же проиграла выборы. Послушай, мы говорим утрированно, но Маргарет Тэтчер, одну из старейших отраслей экономики Британии, угольная промышленность. Разогнала, да. Она просто разогнала, ее проклинали, но она сделала все для того, чтобы безболезненные эти люди перешли в другую сферу. Вспомни, пожалуйста, как происходило закрытие шахта. Смотрите, то есть тогда, я думаю, что нам следует заменить слово диктатура на сильный персоналистский режим президента. Правильно. Мы изначально не договорились о терминологии. Давайте... Не диктатура. Политика сильного государства. Назовем так. Но опять же, система издержек и противояс. Да. А кто обеспечит эти издержки и противояс? Опять же, то, о чем я говорил, нет противояса наказания. Если закон будет выполняться по отношению ко всем, никто его не может быть нарушен, это автоматически позволит соблюдать баланс сил в государстве. Просто понимаете, Михаил, вот так вот как-то оно получается, что вот незаметно... Вот я смотрю, вот как в России происходит. Капелька по капельке. Сейчас, минуточку. Капелька по капельке. Капелька по капельке. И вот нет независимых СМИ, нет вообще ничего, нет оппозиции. В сентябре будет избрана Черносотенная дума. А начиналось все с укрепления политического режима. Мне с Россией все было понятно примерно в 2002-2003 году. После ареста Ходорковского? Даже до ареста Ходорковского. Это было абсолютно понятно. И я поинтересовался даже у своего одного друга, который был вхож в кремлевские кабинеты. Что там происходит? Он мне подтвердил, да, мы строим Четвертый рейх. Ну, это так, как бы, опять же, это все вопрос терминологии, но вот вопрос, что внутри этой упаковки. Вы понимаете, грань очень тонкая. Об этом мы говорим, Михаил. Грань очень тонкая. Грань очень тонкая, но я надеюсь, что у нас найдутся силы, которые в состоянии даже при сумасшедшем внешнем давлении, внутреннем давлении системы растяжек и противовесов вырулить эту страну. Ну, как бы, ну, это можно проследить на успешных мэрах городов. То есть, понятно, что нас все проклинают горсоветы Труханова, но тем не менее... Ну, не все, но не привлечите. Послушай, если мы... Я говорю про средства массовой информации. Средства массовой информации, понятно, датируемых и проплаченных оппонентами, он предстает монстром. Основная масса гражданских активистов из Вышнего Волочка, там, я не знаю, какой-то степи, они все знают фамилию Труханов, все знают в негативном смысле. То же самое с Борей Феватовым в Днепре. Но это очень успешные мэры. Знаете, Михаил, я вам скажу честно, что, например, я, Геннадия Нича, вот так вот, чтобы в лицо, да, его видел много раз, а так, чтобы общаться ни разу. При этом, я считаю, что тот же Труханов, он абсолютный мэр своего времени и во многом эффективный мэр. Да, он очень эффективный мэр. То есть, а те, кто, например, так не считают, то есть, тут уже нужно говорить, почему они так не считают. Может быть, по убеждению, может быть, по каким-то другим причинам. Люди, рабы, клише. То есть, если и люди любят читать заголовки и не любят читать содержание. Этим занимаются все средства массовой информации. Меня очень удручает то, что у нас происходит в СМИ и журналистов. Скажем, в нашем городе я могу перечитать по пальцам одной руки. У нас выросло поколение заголовков. Ну, Михаил, тут вы уже тот вопрос, который вы понимаете. Если бы как бы результировать, я бы сказал следующее, что профессия журналистики, она на многом размылась. Потому что я считаю, что мало закончить журналистский факультет важно обладать фундаментальным гуманитарным образованием, чтобы пойти в журналистику. Тогда ты о чем-то можешь говорить. Поэтому меня очень бесит, когда меня называют журналистом. Я журналистом не был, не являюсь, никогда не буду. Михаил Беземан, продюсер, ведущий известного одесского ток-шоу на Первом городском канале «Хлеба и зрелищ». А в четверг 19.30 вы можете прямо в эфире увидеть Михаила. Спасибо, что смотрели нашу программу. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok